всем привет ребят это первый мой видео урок сегодня в этом видео уроке я хочу вам рассказать как например из фотошопа какую-то картинку да перевести в синему 4d точнее сделать в объеме например логотип какой-то давайте для начала откроем фотошоп но я создал нового документа и вот например эту надпись я хочу перевести в синему 4d сделать в объеме точнее да давайте начнем так чувство заем но слоя любовство я залью белым фоном и так наш надпись перенесем вверх и уменьшим прозрачность шуфин облачивать опять же создадим новый слой так выберем перо им полноупадить можно нажать контроль ф контроль ф это линейка и перетаскиваем делом границы мне так удобнее не знаю привык то можете не делать и собирите и давайте осозним опорную точку нажимаем зажимаем shift у нас еще на полная точка пишите при нажатии шифта зажиме шифта мы проводим как бы линию ровно у нас проводится опять создаем точку шифт отпускать можно шифт это зажмем и косо она у нас вот по этой траектории нам такое не надо просто вот и шифт можно и по прямой работе зажимаем обычно я выводим наши буквы на в трахе я не буду ничего ровнять так дальше опять ну нет ничего мы вот у нас создали контроль и Главное его залить каким-то цветом, чтобы потом перестелить. Давайте, так, что я его, вот, копируем, правой кнопкой «Образовать заливку контура». «Образовать заливку контура» и «Окей». Назмем, давайте, в черном заливающем. «Образовать заливку контура». «Окей». «И удалить контур». «Краской звука она». «Кpentры creating выполнен!». «Ст 이야기를 дальше». «Столь гул 2 бука сделаем». «И больше», наверное, будут. «Кулач «8» с учебной латой «Образовать». «Роль Ann collectors ». «Пет Casa». «Краса correction-down». «Човка зажима» «Мóсят cinco». вторую буху сделаю и больше наверное не буду. Так, новый шоссе взаим опять перо и опять же shift зажимать. Зажимаем shift опять. Я не рассказал, что чтобы свести этот контур надо вот навести на начало и у нас появляется кружок такой. И он у нас, чтобы вот так свойственно, и опять я прозвольствую саливку контура. Ок. Хотя видите, у нас косо, да, не было. Значит надо просто control, нет, control, да, и эти точки вот упоры, на которые мы создали. Можно здесь менять чуть. Вот так, например. Так. Выравниваем короче, как бы, да. Ну вот так хотя бы оставлю. Можно вот так еще повести. Вот так. Ну вот так примерно. Примерно делаю. Так, класс. Развать завеливку контура. Ок. Удалить контуру. Все. Я больше делать не буду, дальше продолжать. И просто можно показать сроки. Так. Теперь эти слои можно объединить. Вот эти. Так. Объединяем, да, короче. Shift и или просто control. И право только мыши. И control-e. Сочетаем, понимаешь, control-e. Объединенный слои. Вот у нас одна, один слои. Теперь нам надо. Теперь нам надо контур сделать, да. Нажимаем control, нажимаем control и видим выделение такое. И нажимаем поменять тюрьмы со своим этим. Нажимаем. Видим выделение. И выбираем любой инструмент выделения. И образовательность. Так. Продолжение мыши. И образовательность рабочий контур. Вот. 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 Вот рабочий контур. Тут ставим. Ну можно двойку поставить. И один на пять, обычно. Один на пять. Ок. Все. У нас. Так. Слои можно скрыть. Вот у нас контуры. Их также сейчас можно, если что-то кривое, да, вам не нравится, просто перо. Выбираем перо. Control. Сжимаем. И вот у нас точки создались. И можем что-то изменить. Ну я не буду ничего менять. Мне все нравится. Устраиваться. Значит. Значит. Теперь. Файл. Ну сохраняем уже. Файл. Экспортировать. И контур иллюстратор. Рабочий контур. Оставляем по стандарту. Ок. Так. Тут вот. Имя напоздаем, да. Облаку поставлю. Лайка. Так. Вот. Теперь. Нам нужна 7-4D. Чтобы, ну, собственно, в 3D сделать, да, фигурату. Так. 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 Снимать 4D. Сейчас у меня откроется. Так вот. Все откроется. Сейчас я выравниваю. Чтоб вам видно было. Так. Так. Значит. Файл. Открыть. И выбираем нашу. Аи. Документ, который создали. Выбираем открыть. Тут понерку можно оставить. Ну, сами пилки. Переамминистируйте это. Я не знаю. Я однерку оставляю. Ок. Вот у нас контуры. Теперь нам эти контуры надо задать какие-то объемы фигуры, да, сделать. Значит. Вот у нас. Нажимаем на плюсик. У нас 2 картинки. Вот эти. 2 контура. Ну, что. Значит, надо делать. Вот это нажимаем вот сюда. Так. Варать. Кубик вот этого. И выдаваем на накс. Выдавление на накс. А, так. Вот, например, у нас вот эта фигура. Мы ее сейчас зададим в 3D видео. Значит, переносим ее просто от выдавления на накс. И видим, что стрелочка вниз направлена вот эта. И, вот у нас получилась фигурка, да. Ну, и так же, той. Просто делаем опять же какой-то кубик. Нажимаем. И выдавление на накс. Опять. И вот у нас здесь фигурки. Давайте. Можно их увеличить там. Например, вот эти края вот тут все. Я больно сильно показывать вам не буду. Давайте крышки там зададим. Крышка пасты. Крышка пасты. Крышка пасты. Ну, сами должны экспериментируйте. Чтобы вы не все понимаете. Сейчас важно вот так. Зададим ей какой-то цвет. Сделаем, да. Значит, создадим новый материал. Просто вот по этому окошку. Ну, по этому окну, да. Щелка в два раза. Создается у нас материал новый. Просто материал новый. И тут у нас много чего. Нужно заливать, короче. Значит, что цвет можно изменить. Ну, я не буду ничего в этом сделать. Тут поржение. Хорошая штука пасты. Так, вот так. Ну, открываем. Смотрим, вот так вот все. Нравится. И просто вот этот материал созданный. Ни переносим на наш фигурок. Теперь нам не нужно сохранить, например, вот этот получившийся наш, так скажем, логотип. Ну, конечно, криво подсоться. Значит, нажимаем вот сюда. На белый. Настройки рендера у нас влезают. Значит, что мы делаем. Вот тут задаем размер 1280х720. Всегда обычно так делал. Вот такой строй. Тут сохранить. Путь. Выбираем путь, куда мы хотим сохранить нашу картинку получившихся. Значит, вот просто назовем. Вот стримка, да. Значит, тут выбираем формат обязательно выбираем PNG. И ставим альфа-канал обязательно. Это будет у нас... Эта функция отвечает за прозрачность показника. Прозрачный фон, короче, у нас будет. Альфа-канал нажимаем. Ставим галочку. Все, закрываем это. Все, теперь у нас можно заранее перейти это все дело. Вот так поставлено. Вот так вот. И нажимаем вот сюда. Вот у нас начинает рендерить картинку нашу. У меня, видите, комп не очень слаб, ну, не очень мощный, как бы, и поэтому два квадратика рендера. У кого-то будет больше там этих квадратиков. И так будет, соответственно, быстрее она будет рендериться, потому что она может это делать. Ну, вот так. Ну, вот и все. Транспорт какой-то позарандерил. Ну, я говорю, я не буду никаких эффектов положить, ничего такого. Это отдельная тема. Я вам показал, наверное, все. И вот у нас, прям, картинка вот эта. Вот она получилась. И, наверное, все. Все, что я хотел вам рассказать, я рассказал. Надеюсь, я вам всем помог, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok